Если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, с вами Рейф Фэр, и сегодня я продолжаю обзоревать моды на игру Майнкрафт, и сегодня у нас обзор мода на версию 1.7.2. Мод называется Инстахаус, что переводится как... я не знаю как это переводится, но я думаю, что это означает... Насчет домов что-то связано, и этот мод для путешественников, если вы путешественник, то этот мод специально для вас, переговорил фразу, но... В общем, давайте приступим, и здесь у нас, как вы видите, огромное количество разнообразных вещей, блоков точнее, которые преобразуют какое-нибудь здание, да. И... что же, их тут целых... 9 и... в общем, их тут целых... 13, по-моему, штук, если я не ошибаюсь, 9... Да, 13 штук, и сейчас я вам их все покажу. Начнем мы с обычных... ой, прям под главой... С обычных домиков. Ставите блок, и тыкайте на него правой кнопкой мыши. И у нас появляется... дом, деревянный дом. Вот так он выглядит. Очень такой уютненький. Ну, красивый. Тут у нас плитка, точнее, ступенька. Снаружи, снутри он... Красивый. С факелами, с кроватью, с сундуком, с печкой, в которой уже 10 угля есть. С верстаком, ну, и с сундуком, в котором есть деревянный инструмент. Очень красивая кровать, нормальная. В общем, да, хороший очень домик. Далее у нас идет домик абсолютно такой же, но каменный. Точнее, из булыжника. Со всех сторон... давайте я лучше критик включу. Со всех сторон он, как видите, одинаковый. Вот, то есть он абсолютно такой же. Но внутри изменилась только одна вещь. Это... вот. То есть, теперь тут каменные инструменты. В печке 10 угля, и ничего больше не изменилось. Факелы остались такими же. Да. Только здесь уже каменная плитка. Ну, слайб, да. Вот это вот каменная штука. Я не знаю, почему не использовать вот эту. Вместо вот этой. Вот. Ну, думаю, это красивее. Подумали авторы. Далее у нас идет абсолютно такой же домик, но кирпичный. То есть, это у нас домик Ниф-Нифа. Из дерева. Это у нас Нуф-Нуфа. Который, кстати, должен быть из соломы. Но он не из соломы, он из... Булыжника. Ну, и кирпичный, самый прочный. Ну, вообще, каменный должен быть самый прочный. Ну, ладно. Вот. То есть, тут абсолютно то же самое. И он отличается от... Вот этих двух. Ну, от этого отличается инструментом и материалом. А от этого... От этого отличается только материалом. Потому что в нем тоже каменные инструменты и 10 угля. Все. Он отличается только материалом, с чего состоит. По прочности он абсолютно такой же. Как вы могли заметить. Далее у нас идет бассейн. Бассейн-то вещь хорошая. Как видите, он такой... Выполнен из ступенек и лесенки, воды. И он в глубину примерно... Ну, давайте посчитаем. Ну-ка, посчитаем, со скольких он начинается. Итак, он в глубине где-то... Раз, два, три, четыре. Где-то четыре блока. Четыре-пять блоков. Чтобы из нее вылезти, нужна лесенка. Ну вот, пожалуйста, устраивайте учеринки. Купайтесь. И наслаждайтесь. Правда, только в игре. Кубической. Дальше у нас идет фонтан. Из шерсти. С водой. Да. Ничем не примечательный. Красивый фонтан. Дальше у нас идет тент. Это как палатка. Для юных путешественников. Точнее, вообще путешественников. Которые в лесу остались. С друзьями не могут найти дом никакой. Ни место переночевать. И вот. Пожалуйста, есть такой вот шалашик. Здесь можно две кровати поставить. И здесь в сундуке нет ничего. Зато он сундук большой. Не знаю. Давайте потише звуки делал. Мне кажется, мне плохо слышно. В печке нету, на удивление, ничего. А должен быть уголь. Далее у нас идет очень одна из моих любимых вещей, которые здесь есть. Это домик на дереве. Я люблю домики на дереве, хотя у меня их не было в помине. Тут есть дверь. И лестница. Мы по огромному столбу забираемся. И мы видим прекрасную здоровую комнату. Ну, как сказать, здоровую. Вот вам комнатка. Очень красивый вид из окна. Здесь есть также смотра... Смотровая площадка. Я не знаю, как правильно еще ее назвать. Вот. Можно танцевать. Можно смотреть. И следить за своими друзьями. Ну, или за мобами. Что-нибудь там делают. А главное, если вы живете около деревни, то вам еще проще. Вам еще лучше становится. Ну, и здесь, конечно, комната... Комната. В ней тут две печки, но и у них ничего нету. Сундук. В нем, на удивление, есть железные инструменты. И железные слитки. Зачем нам нужны они? Вы прекрасно знаете это. Все знают. Но... Я из них могу сделать... Вы видели это? Подожди. Вы это видели сейчас? Что это? 47Е0. Че? Ладно, хрен с ним. Мы сделали с вами железный нагрудник. И теперь у нас... Вот такая вот красотень. Да. И крестик в носу. Вот. Инструменты. Далее у нас идет... Ловушка для мобов. Ловушка для мобов. Это не совсем то, что вы могли подумать. Солнце, что ловушка для мобов. Это, можно сказать, тюрьма для мобов. Для этого мы отбежим подальше. И мы сделаем креатив с вами. И... Сделаем с вами уровень сложности. Изи. Ну, как минимум. Итак. Вот вам... Тюрьма для мобов. И у меня фпс из-за нее проседает. Она в высоту и в длину, ну, большая. И, в принципе, здесь есть железная дверь. Неудивительно, почему. Тот мы бы не выбрались. И, как видите, здесь у нас горит скелет. Но вы спросите, а где они все? Где они все находятся? Что, а вот это здесь? А вот это я сейчас... По-моему... По-моему... Ага. Ничего не ага. Я чуть не понял. Ну-ка, где этот наш... Елька? Угу. Тут и секретный проход... К мобам. Вот он. Они вытекают. Вот сюда. И текут в лаву. А вот откуда они все появляются. Тут появляется... Как видите, ух ты. Какие у нас особенные скелеты с луком. И с этим вот. С золотой бронькой. Как видите, у нас здесь... Много... Криперов. Тут спаунеры криперов. Зомби. А, нет. Здесь скриперов и скелетов. Тут нету зомби. Почему зомби? Это легендарный персонаж. Майнкрафт. Это один из самых лучших мобов. Ну, один из самых лучших мобов. Если просто так говорить. Мне он больше всех нравится. Но их здесь нет, понимаете? Если только вот эти... О, чувак. Не, ну в принципе ты медленнее сгоришь, чем твои собрать. Ух, смотри какой. Смотри. Не хотел убегать. Не хотел умирать. О, я им сделал бесплатный проход. Итак, вот такая вот тюрьма для мобов. Мы выбьем дверь. И теперь мы посмотрим на оставшиеся вещи. Давайте мы сделаем утро. И мы посмотрим на оставшиеся домики. Берем эффект. И вот, пожалуйста. Вот он. Первые три это у нас абсолютно один. Это он как все дома. Три дома. Кстати, красиво выглядит. Но они отличаются, как я и говорил, по составу. Из того, чего они состоят. Материалы. Но они выглядят очень красиво. Сделаны в очень таком хорошем стиле. В очень таком грамотном стиле. Очень красиво сделано. Здесь есть две кровати для... Для игрока и его свинки. Ну, в Майнкрафте же все эти обычные рыги во всех анимациях. Все со свиньями почему-то отдыхают. Я не знаю, почему в Майнкрафте аниматоров прет на свиней. Но можно представить, что тут вы и ваша девушка лежите, спите. Но у меня здесь никого нет. Поэтому здесь только я и кровать я заберу с собой. С виду внутри домик тоже уютненький. Тепленький из-за вот этих вот факелов. Но в печках и в сундуках ничего нет. Это обидно. Но все же... В них можно что-нибудь свое положить. Но это неудивительно. Дальше у нас идет абсолютно такой же домик. Но он из каменных кирпичей. Ой, меня кто-то ударил. Вот, пожалуйста. То есть он абсолютно такой же. Но внутри он стоит из каменных кирпичей. Из дерева они стоят из ели оба. Что тот, что этот. Ну и у нас идет последний такой дом. Он состоит из песчаника и березы. Вот. О, крипер. Вот такой он красивый. Очень похоже вот этот на ловушку, которая есть в храмах. Но, к сожалению, там ничего нету. Хотя, может, и к счастью. Ничего не ожидаешь от этих модов. В сундуках, как обычно, как вы поняли, ничего нету. Но зато красота дома меня радует. Такой египетский. Ну и последние два сооружения. Это конюшня и пост. Пост. О. О. Сквиди. Ты что тут плаваешь? Слышь? Ты в бассейне поплал. О, да. Сквиди. Сквиди. Походу, он уже съел луку Вова, Патрика, и теперь он вот такой вот упоротый. Ладно. Наконец-то он от них избавился. И вот, ну, он же хотел от них, хочет от них избавиться. Но не может. И вот он, пожалуйста, конюшня без коня. Я не знаю, почему автору было лень добавить лошадь. Но он этого не сделал, поэтому можно сделать это самому. Вот. Как видите, мы с вами уже голодаем. Давайте восстановим здоровье. Уберем. Вот. И здесь у нас два сундука. В одном у нас вот это, блок сток сена. А в другом у нас седло и табличка. То есть седло, вы сами знаете, что, ну, табличку, можно написать какое-нибудь очень, какое-нибудь культурное слово. И мы пойдем к последнему сооружению. Это пост, как на границе, знаете. Вот можно вот такой поставить, пост. То есть считайте, что это граница. Вы даете, вы идете, вот вы хотите вон туда, на границе, за границу, да. Такие берете. Такие. Паспорт. Эй, слышь. Ой. Паспорт, пожалуйста. Да. А, блин. Это как Пеппер Спис. Паспорт, пожалуйста. Вот. Проверяет. Все, спасибо. И до свидания. В принципе, да, вот такой вот интересный мод. Надеюсь, вам понравилось это так, то... Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то поставьте лайк. Так, так же ссылка на мод в описании, как обычно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Заходите обязательно в группу, в группу, в группу, да, в группу ВКонтакте. В группу ВКонтакте. Вступайте обязательно. Кликайте на все ссылки в описании, на мои странички, на плейлисты с другими играми. Вот. С обзорами модов, с ФНАФом, с этим всем, да. Ну и, в принципе, заходите, посчитайте мои два канала Лего Мультики в гостях в Марионетке. Все, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok